Музыка Как думаете, каковы символы, посекательством которых можно нанести оскорбление стране или же государству? Музыка Знаю, вы думаете, что это флаг, потому что уже целую неделю грузинское интернет-пространство объято вашими постами праведного гнева, где ведущие каналов нашего наблюдения растоптали флаг Грузии. Но этим же они не удовлетворились бы. Здравствуйте, я Надья Купрашвили и вместе с командой ресурс-центра журналистики, которая наблюдает за тремя кремлевскими каналами, представим итоги и примеры того, что говорит и показывает Москва. Все-таки начнем с флага. Многие из вас с праведным гневом поделились кадрами, как ведущий телеканал «Россия-1» растаптывают флаг Грузии. Но нужно знать, что это произошло не только в ноябре, и в октябре, и в сентябре, и вечно было так же. Почему сейчас вы получили эту информацию, этот вопрос можете задать самим себе, а также можете подумать о внутренней пропаганде. Но мы говорим не о внутренней пропаганде, нас более интересуют внешние виды. Кремль своим рупором не только грузинский флаг подстилает под ноги, но и флаг Украины, Евросоюза и НАТО. На период наблюдения мы детально проверяем эти каналы сентября, ноября. Чаще всего российские каналы растаптывают флаги Украины и Евросоюза. Украина и Евросоюза Это всего лишь графика, для них скажем, что эти ведущие никогда не топчутся на флагах, например, Сирии, Ирана или Белоруссии. Также под ноги не подстилают шапку передачи. Не станут же они своим срубать голову с плеч. Кроме флага, эти кремлевские каналы для унижения государства и объединения часто пользуются их гербом, гимном и, конечно же, картой. Например, такой картой. Про Саакашвили сейчас говорите? Да, да. Давайте еще раз про это. Медленно скажем, чтобы всем было слышно. Элементарно. Чуть-чуть, чуть-чуть, медленно скажем. Саакашвили входит в золотой фонд мировых политиков. Обезображение карты Грузии, так же, как обезображение грузинской территории оккупации со стороны российских и кремлевских каналов, конечно же, очень чисты. А то, что сейчас вы услышали, такой смысл и контекст очень редки. То, что Михаил Саакашвили как политик должен войти в золотой фонд. Более часто Михаил Саакашвили использует опять-таки для оскорбления Грузии. От страха чуть не съел свой галстук. Политический авантюрист прибыл в Грузию нелегально. От него устал уже Запад. Но как международная авантюристка. На нем кровь российских миротворцев. Человека, въехавшего в ящики с петрушкой. Политическому проходимцу не повезло. Саакашвили – это такое пугало-последище. Я вошел в историю прежде всего благодаря эпизоду с галстуком. Третий президент Грузии и вправду авантюрист высочайшего класса. Он клоун. Любитель галстуков стал. В контейнере с петрушкой, с укропом. Да все правильно. Переплыл в Атуми и опять над тобой все сменил. Как в позерстве с Саакашвили. Вы сия, президент. Вы сия. Вы сия, Баган. Вы сия. Шамия. Ага, тебе жилья. Да, это наш президент. И в большей степени мы, вы и я являемся целью оскорбления этих каналов. Как и гимном, как и карты, как и флагом, так и президентом. Несмотря на то, что он бывший президент. Третий президент Грузии и вправду авантюрист высочайшего класса. Он клоун. Любитель галстуков стал. В контейнере с петрушкой, с укропом. Да все правильно. Переплыл в Атуми и опять над тобой все сменил. Как в позерстве с Саакашвили. С некоторым из вас могу потягаться гневом над Мишей. Но как возможно увидеть это и не разделить чувства Теофили Габуни? Саакашвили Габуни? Есть ли у нас президент для кремлевской трепки? Есть, в тюрьме. Как он есть, это вы лучше меня знаете. А как кремлевские каналы знают об этом и рассказывают в свою аудиторию, можете посмотреть. Это Рустави, одна из самых суровых тюрем номер 12 здесь, в следственном изоляторе. И вот уже вторые сутки находится третий президент Грузии Михаил Саакашвили. Не такого приема он ждал от своих соратников. И по всей видимости сидеть ему здесь еще долго. И поэтому, чтобы было веселее, на завтрак он потребовал жареную грудинку, свежеиспеченный хлеб, сыр сулугуни и стакан красного домашнего. Вот уже и вечер, и на проспектах грузинской столицы спокойно. И говорят, Саакашвили уже не голодает. Сизо на ужин в Чакапуле. С петрушкой. Александр Бузаладзе, Иван Пономаренко, Василий Матуа и Екатерина Бабкова. Вести недели из Грузии. Не знаю, что сказать о Чакапуле и Ахинкале, но о Грузии эти каналы и их ведущие всегда отшучиваются, что мы вкушаем галстук. На этих каналах поедание галстук – это иконопись, пораженная и брошенной Грузией. В передачах, которые мы сегодня подытоживаем и представляем, неоднократно сказано, что да, мы галстукоеды, и нам больше ничего не осталось, потому что нас бросила и Америка, и Евросоюз, и они негодные союзники. Они правы. Настоящее союзничество – это союзничество России. Это когда, например, подпишешь трактат, пообещав защищать свою территориальную целостность, а после просто пришлет генерала Тотлебена и разрушит собор Баграти. А когда персидский шах вторгнется, этот ваш генерал Тотлебен испарится и оставит одного лицом к лицу с врагом. Вот это настоящее союзничество. Европа, что ли, союзник, который с времен первых годов независимости помогает создать флаг, гимна, армию и в целом государство. Это называется союзничество. Союзничество – это тогда, когда в том трактате, который мы упомянули, Россия пропишет, что автокефалия грузинской церкви всегда будет защищена. Через некоторое время сначала отправят ссылку, а потом нершвит нашего патриарха. Когда твоя церковь со своими фресками перекрашивают – вот это настоящее союзничество. То, что Америка и Европа для защиты наших культурных памятников в нашей стране тратят миллионы, разве это союзничество? Это называется союзничество. Или то, что любые свои документы, заявления, законы переводят на грузинский язык. Настоящее союзничество – это когда в целом запрещаешь грузинский язык. Да, и вправду, это не настоящее союзничество. Союзничество – это принуждение русского церковного песнопения в грузинских церквях. То, что Шарль Мишель неоднократно находился в стране – это что ли союзничество? Как он измучился? Кстати, на протяжении всего процесса наблюдения российские каналы это совсем не заметили. Как он старался, чтобы мы нашли пути друг к другу и смогли преодолеть этот кризис? Когда Европа даже в этом кризисе найдет и выделит полтора миллиарда для Грузии, что фактически по сравнению с другими странами составляет самую большую помощь со стороны Евросоюза. Это называется союзничество. Что за союзничество, когда Америка и Евросоюз говорят нам, что мы должны построить справедливый суд, и что в этой стране должна быть достигнута локальная демократия, региональное развитие? Это не требует столько думы и мучений. Приди, как Россия, захвати, посади своего царя-приемника. Если не получается, посади хотя бы своего судью-правителя. Друзья, вот это является настоящим союзничеством. Хотя, зачем я мучаюсь столько? Можем мы в современности показать пример того, каким является настоящее российское союзничество. Вы сказали, она хочет вернуть Карс и Арарат. Я, конечно, хочу вернуть Карс и Арарат. Я хочу вернуть Карс и Арарат России, которой они и принадлежали до позорного карского мира, когда они от России ушли. Я человек вполне себе имперского, российского сознания. Я вообще хотела бы вернуть все. Дорогие соседи, Армения, Азербайджан, как вам нравится настоящее союзничество России? Ну как? И когда у тебя такой сосед, союзник, с таким аппетитом, что с вами такое? Или что с нами, внутри страны? То, что мы своим же противостоянием на блюдечке хотим все преподнести этому союзнику. А они, эти кремлевские каналы, в отличие от нас, очень хорошо знают, в пользу кого работает наше внутреннее противостояние. То, что превратилось в стильное слоу-поляризация. Одно очевидно должно быть, по крайней мере, для тех Грузии, кто продолжает играть в эти антироссийские фронты, а Грузия, в принципе, из них не выпадала, несмотря на смену лиц, что вот такие союзники, как Украина, всегда готовы предпочесть свои собственные интересы каким-то интересам своего союза. Проясните, как специалист, а в чьих интересах может быть Саакашвили? Грузия и так. Европейско-ориентированно, НАТО-ориентированно, страшно антироссийское. То есть, что еще там надо подкрутить? Нет, все-таки для кремлевского аппетита мы достаточно большой кусок. И более того, космический кусок. Посмотрите, каков переход на протяжении всей недели неоднократно мы, вся наша страна, были объектом освещения в их основных программах. Посмотрите, каков переход кремлевских СМИ от самого космоса к Грузии. Как мы с вами говорили перед рекламой, Первый канал завтра проложит дорогу в космос. Большая, если не большая часть работающих на Первом канале уже там, на Байконуре. Многие из них готовятся к следующим полетам, поскольку я думаю, что в ближайшее время Первый канал начнет вести свое вещание из космоса. И там нас тоже никто не догонит. Но вот отдельных, самых проверенных оставляют здесь на Земле, чтобы следить, а что там как бы в тылу? Что там местные земные, значит, вот эти вот как бы шоумены могут, так сказать, нам предложить, чем будут пытаться отвлечь. Ну, попытался сделать жалкую, я бы сказал, вялую попытку Мишико Саакашвили на днях. Получилось так себе, но все равно есть о чем поговорить. И под конец, у меня для вас одна хорошая новость все-таки имеется. Сегодня мы ведем репортаж с планеты Земля и с околоземной орбиты. Вчера новый виток большой российско-американской космической гонки. Юлия Пересиль, первая в истории актриса в космосе, Клим Шипенко, первый в мире режиссер в космосе. Их опытной рукой доставил на МКС полковник Антон Шкаплеров свой 534-й день, проведенный в обезземном пространстве. Они опередили Тома Круза, который собирался с помощью Илона Маска стать первым актером на орбите. Том, Илон, вы опоздали. Народ, первый канал улетел в космос. Они там, они ушли туда. Мужик, если собрался на хорошее дело, забери с собой остальные российские каналы со своими командами. Оставь там и не привози обратно. Мы все равно понаблюдаем за ними и через неделю нашему зрителю опять-таки мы расскажем, что говорит и показывает Москва.